Следующая медитация это Гасё Ко-Кю-Хо. Ко-Кю-Хо переводится как дыхание, то есть дыхание Гасё. Как происходит эта медитация? На вдохе вы знаете, что у вас входят рейки через макушку, через весь ваш позвоночный столб, и входит эта энергия через ваши ладошки в нижний центр, в тандем. Это всё на вдохе. На вдохе вошла энергия, наполнила ваш живот, утрамбовалась, и на выдохе выходит через живот, через ваши руки и струится во все стороны, наполняя и обволакивая всю вашу ауру и выходя за её пределы через ваши ладошки. То есть на вдохе вы знаете, что энергия входит, проходит через ладошки в нижний центр, утрамбовывается, и на выдохе выходит через ладошки, струится во все стороны. Почему я говорю знаете? Вот в западном мире принято говорить «представь», «вообрази», «придумай», «увидь». То есть мы задействуем канал восприятия визуальный. Но дело в том, что в нашем мире есть люди с разными каналами восприятия, разные модальности. Это не только визуалы, это могут быть и аудиалы, это могут быть кинестетики, это могут быть жёсткие логики, дигиталики их ещё по-другому называют. То есть четыре канала восприятия. И у человека эти модальности, они могут меняться. То есть иногда мы можем воспринимать мир через зрение, иногда через слух, иногда через кожу, через ощущения, иногда просто через логику и ум. И вот когда японцы говорят слово «знай», здесь включается намерение. То есть когда мы знаем, что энергия входит через это знание, тот канал восприятия, который у нас наиболее сейчас активный, он нам начинает выдавать информацию. Мы можем увидеть этот свет, мы можем услышать этот свет. Часто приходят такие эффекты, что мы слышим какое-то жужжание, шум в ушах. Мы можем почувствовать этот свет, запах. Мы можем почувствовать телом. Например, у меня, когда я делаю медитацию, у меня вот как будто кто-то щекотит вот здесь вот нос и как будто гладит меня по голове. Я ничего не визуализирую, я не представляю никакой рейки, свет, нет. Я просто знаю, что рейки входят, и вот уже после этого приходят вот эти эффекты. Понимаете разницу? Японский менталитет и западный менталитет. И вот в японском менталитете это, как я, ощущаю, это намного сильнее. Мы себя не ограничиваем фантазией. Мы просто знаем, и через это знание мы констатируем факт, что это уже все произошло. Сделаем тоже сейчас маленькую пробу, а потом мы уже с вами идем медитацию. То есть на вдохе вы знаете, что рейки входят через макушку, через ваш позвоночник, через ваши ладошки в танден, накапливается, утрамбовывается там. И на выдохе через танден поднимается вверх, и через ладошки, через руки струится во все стороны. Это выдох. И каждый в своем ритме продолжает дышать. И чтобы вас ум никуда не уводил, вам достаточно своим вниманием прослеживать маршрут энергии рейки, которая на вдохе проникает в танден, и на выдохе через ладошки струится во все стороны. Старайтесь максимально заинтересоваться этим процессом. Когда есть интерес, то ум уже становится беззвучным. Он уже никак не может вмешаться. Процесс медитации, когда вы очень увлечены. Поэтому старайтесь максимально заинтересоваться этим процессом. Продолжение следует... Сейчас потихонечку возвращайтесь. Мы немножко попозже сделаем эти две медитации. Одна медитация будет плавно походить в другую. Сейчас я вам инструкцию рассказала. Продолжение следует... Продолжение следует...